Утка-тасана или поза стула хорошо развивает всю нижнюю часть тела, подтягивает и укрепляет область бедер, помогает от плоскостопия, увеличивает подвижность коленей и тазобедренных суставов. Заинтригованы? Подписывайтесь на наш канал, у нас много интересных роликов. Польза Утка-тасана максимально нагружает тазобедренные, коленные и голеностопные суставы, укрепляет мышцы таза, бедер и коленей, исправляет мелкие дефекты ног, например, плоскостопие, улучшает осанку, стимулирует работу сердца и диафрагмы, расширяет грудную клетку, что хорошо при бронхолегочных заболеваниях, тонизирует органы брюшной полости, создает прилив сил и улучшает равновесие. У вас есть плоскостопие или нет? Напишите в комментариях! Техника выполнения. Ноги могут располагаться на ширине таза или плотно вместе. Стопы параллельно друг другу, пятки прижаты к полу, ноги согнуты в коленях. Колени не уходят за пальцы ног вперед. Встаньте ровно, стопы параллельно друг другу. Опускайтесь в присед. Колени должны смотреть ровно в направлении стоп. Руками потянитесь вперед и плавно поднимите их вверх. Ягодицами тянитесь назад, как будто пытаетесь сесть на низкий стульчик. Бедра параллельно полу, пятки не отрываются от пола. Задержитесь в конечном положении на 3-5 дыхательных циклов, после чего медленно поднимайтесь. Есть два варианта этого упражнения. Положение ног в сторону способствует проработке внутренней поверхности бедер. Не забудьте поставить лайк на это полезное видео. Вам не сложно, она приятна. Нужно ли это? Определенно да. Уткатасану стоит включить список ежедневных упражнений. Она отлично сочетает в себе безопасность и эффективность. Эту позу рекомендуют инструкторы для уменьшения жировых отложений на бедрах, а также как отличный тренажер для ног. Постепенно увеличивайте время нахождения в позе для лучшего эффекта. Упражнение развивает устойчивость и баланс. С помощью него вы сможете подготовить свое тело к новым, более сложным упражнениям. Удачи! Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, ставьте лайк и смотрите наши предыдущие ролики. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok